23 марта 2023 года где-то в лесах орегона мотоциклист записывал кадры внедорожной тропы когда произошло что-то совершенно неожиданное мотоциклист по имени идон был здесь раньше но по какой-то причине он кажется беспокойным странное и довольно жуткое происходит на полису кататься на байке нет а ну по такой дороге нормально пусть и пусть и животного разбросаны просто краски ну как в одном месте опять и может специально да за животным наш почему животными кассан не будет на дорогу раскидывать потому что животное не ж обычно не логово себе тягости животного я говорю на такие скости животного никого доехал кого-то били и выбросил кости нет просто выбросил может быть что-то на другой стороне и что там рысь точно это большой идет хрустит оливали вали кто-то или что-то приближается кида ну это четко можно сломать что-то тяжелое ветки такие про хрустит что это рыся направляется в его сторону момент когда романа она встречается огромное количество нет 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 это корова катя я думаю что это не рысь ела мне кажется не не с ней не рысь ела то понятно я думаю что вы кости привезли бросить объясню почему рысь не подходит потому что мне кажется такие хищные животные они обычно либо на месте где погибло животное и физи от либо тянут себе как-то куски в логово и там знаешь когда вот эти вот логово находят каких-то диких животных там уже обычно много костей и тем более на дороге тихо от люди обгладывать одни кости бы так просто не лежали потому что если бы они примерно были в одном месте ну то есть если бы не разбросаны не разбросаны да я думаю что это было бы не на дороге не на дороге они бы вообще были до кого-то привет сюда костей животных опасаясь за свою безопасность он быстро разворачивает вообще звук был очень тяжелый как будто какое-то большое существо идет это навернулся в это место в отличие от того что происходило ранее тут ситуация напугала и дана до глубины души смотрите вот эти похоже уже как будто грыз видел там уже с мясом с каким-то медведь выскакивает а это жесть вот срака дорога так заросла смотри да машины раньше катались ой-ой-ой-ой-ой-ой на камень напоролся очень темно слушай реально темно На лево пойдёшь, гребёшь, направо пойдёшь, невесту идёшь. Даже птиц не слышно. Что выскучит? Что там, что там? Собачка? Что-то, как из фильмов ужасов, прямо из леса выходит, резко становится тихо. В один момент мистическим образом сверчки, как один, замолкли. Можно уловить, как высокая, бледная фигура выходит из кустов. Если приглядеться, кажется, что оно приседает и идёт медленно, как будто преследует свою добычу. Невероятно напуганный Иден заводит… Ну, на самом деле, там такое шикарное качество, что… Вскоре уезжает прочь из леса. Вообще непрятно, что это… Он понятия не имеет, что это могло быть. Некоторые зрители считают, что это мог быть Скинвокер или Виндиго. Конечно, это пугающие добычи. Или Виндизель. Что это был за силуэт на самом деле? Скинвокер или Виндизель. Ха-ха-ха. Калав, который мы заслужили. Не, на самом деле, может, животное какое-то было. Слушай, что-то непонятное такое. Ну, ой. В этом видео женщина лежит в постели, когда указывает пальцем на потолок, хотя человек, стоящий рядом с ней, понятия не имеет о том, что она видит. То, что происходит дальше… Там ангелы на небеса забирают, нет? У нас свайпы, свайпы. Женщина является дочкой. Причиной, по которой она сняла это видео заключается в том, что на момент повторной отправки… Но она болеет. Ну, да, да. Странно. Эрика Понце, записывающая это видео, заявляет, что ее мать всегда была для нее разумной и здоровой женщиной. Она была для нее больше, чем просто родитель. Она была ее другом. Они часто ходили гулять и проводили время друг с другом. Видишь, она отличается. От посещения бейсбола до дорогого совместного шоппинга. На коляске. Она заболела. К сожалению, в один день произошло что-то довольно разрушительное. По словам врача, у мамы Эрики диагностировали неизлечимый недуг. Ее жизнь заканчивалась. Их совместное времяпровождение стали менее частыми. У нее как будто еще что-то осталось с памятью. Мама Эрики была слишком волна, чтобы выходить на улицу. По понятным причинам, видя ее маму, она сходила с ума от горя. Эрика заметила, что ее мама вела себя немного не так, как всегда. Она говорила и видела вещи, которые невероятны. Однажды она схватила свой телефон, чтобы записать это странное необычное явление. В отличие от предыдущих инцидентов, это лишило ее дара речи. Смотрите. Я вначале пошутила про ангелов. Вещь она еще говорит плохо. У нее какой-то частичный порез, наверное. Мозг еще тоже уже нарушен. Непонятно, в чем она болеет просто. Видно, что прям нехорошо. Ну, то есть умирает. Я понимаю, заболевания разные бывают. Мне больше просто грустно от этого видео, если честно. Да. Угу. 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 Может лучше за мамой следить? Угу. Угу. Мама Эрики кажется видит что-то на потолке. Она считает, что ее мать действительно видела ангелов, поскольку она была за несколько часов до смерти. Вполне возможно, что это может быть предсмертные галлюцинации. А может она начинает чувствовать себя комфортно, счастливо, когда перед смертью начинает видеть умерших родственников ангелов. Ангелы это не умершие родственники. Загадочное существо залезло на крышу фермы и затащило туда останки животных. Неизвестное существо терроризирует мой дом, жалуется житель Мичигана, живущий на небольшой ферме в сельской местности. Мужчина с ником Фаул Миттен ведет ютуб канал о рыбалке и охоте. Самый обычный ничем не замечательный. Глазками моргает. Как будто он на двух ногах, да? О, это кот-бедемот. Как будто в плаще в черном, светящийся глазами. Как будто он шел. Он на двух ногах ходит. Ооо, может другой? Ооо, неприятно. Он на крыше искалит какого-то животного. Возможно... Кого-то еще кушали. Все, мурашки пошли. Ооо, все репритащили. Сзади по шее. Ооо, по ногам пошел. А скелет уже такой, лежалый. Да ну там жужжит. Самолет пролетел, нет? На отшипника и любителя розыгрышей этот мужчина совсем не похож. Его реакция на видео с испуганным восклицанием тоже не выглядят фальшивыми. Еще в мае студентка ветеринарного факультета Мэри Кармен из Перу приютила милого маленького лабрадора. Эти двое быстро подружились, но радовались до этого всего несколько месяцев, прежде чем собаку трагически нашли мертвой в доме. Мэри Кармен была совершенно опустошена внезапной потерей. Она даже не подозревала, что совершенно здоровую собаку мог кто-то отравить. Поэтому Мэри Кармен начала просматривать записи с камер видеонаблюдения, чтобы найти ответы. На что, Аку смотришь? Но вместо этого она нашла что-то совершенно другое. То, к чему она не была готова. Что там? Что там? Человек приехал на вопеде. И что? Подожди, не плачь, стой, что произошло? Собака ест что-то или что? Я не вижу собаку. Да вон там тень же какая-то. Там человек. Что за тенью сейчас? Я ничего не понимаю. Это душа из собаки вышла. Что? Я ничего не поняла. Показывают, как Мэри Кармен стоит у ворот, когда ее семья возвращается домой. Можно увидеть ее собаку. А, это типа дух. Но здесь становится все странно. Типа то дух собаки. Потому что эти кадры были записаны после смерти собаки. А-а-а. В слезах Мэри объясняет, что она верит, что это дух ее любимца. Так что собака случилась? С ней и ее семьей. Не, она не знает, что случилось. Просто, в принципе, она умерла. Она потом показывает камеру наблюдения, что вот они просто возвращаются, семья обычно, домой. И собака, типа, бегает, радуется. Ну, типа, дух собаки. Я поняла, да. А что собака неизвестна, просто умерла. Поделилась этим видео со всеми в соцсетях. Девушка до сих пор не понимает, как такое возможно. Женщина в самолете увидела странное существо и попросила пассажиров выйти наружу, чтобы остаться в живых. 3 июля 2023 года в соцсетях стало вирусным видео с неизвестной женщиной, которая находилась на борту самолета и утверждала, что видит нереальную фигуру, которая представляет опасности для всех пассажиров. Я знаю, что она выходит из самолета и отчаянно просила других людей сделать то же самое. Как выходит? Она утверждает, что те, кто останутся на своих местах, могут быть с ним. На видео видно, как другие пассажиры оглядываются назад, но, судя по всему, не видят там то, что видит эта женщина. В итоге рейс был задержан на 3 часа. Нефига себе. Женщина была под воздействием котиков, алкоголя или иных веществ. Или что она страдала таким допсихозом. Психобольная какая-то. Что она в самом деле видела что-то странное и пугающее. Её после такого бы летело очень неприятно. Да, было бы очень некомфортно. Не, похоже, что у неё какой-то психоз пошёл. Ага. Да. Она ещё видишь, как-то странно общается, смотри. Да? Как-то, честно говоря. И ты можешь спать на этой плене, и ты можешь уметь с ними или нет. Я не буду. Жёстко. Следующие жуткие видео были записаны женщиной из Филиппи, которая пожелала остаться анонимной. Она только что приехала в квартиру со своим партнёром, когда быстро поняла, что там что-то не так. Это её партнёр? Сначала её собака начинает непрерывно лаять на дверь, хотя там никого нет. Всякий раз, когда она одна, кто-то стучится в дверь, как будто пытается войти. Однажды ночью она слышит, как ребёнок бежит по коридору и наблюдает, как дверная ручка двигается сама по себе. Призраки, призраки, полтергейсты. А затем она слышит, как женщина кричит. Поэтому она схватила свой телефон и включила запись. Что там, соседи, что ли, шумят? Или что? Дети какие-то кричат, да? Что ты снимаешь? Ничего не видно. Глазок снимает. Ну, поближе глазок снимать. Нет, звучит так, как будто это... Она подскажет, типа, вот звук отсюда, а их здесь нет. Но звук не отсюда вообще. Я скажу, что тут какая-то новостройка, сделанная из говной палок. Тут такая, слышим, что, блин, пукнет и будет слышно. Это, видимо, какой-то малой орёт у кого-то, и всё. Смотря в глазок, пытаясь найти, кто издаёт крик, там никого нет. Крик исходит из... Вы прикалываете, что ли? Смотря в глазок... За угол заверни, посмотри. За угол заверни, конечно, глазки ничего нет. Никого нету, как такое может быть? Я снимаю, такая, видите, крик есть, а никого нет. Видишь, меня нет. А вот и есть. Это очень странно. Смотря в глазок, пытаясь найти, кто издаёт крик, там никого нет. Крик исходит из ниоткуда. Да не смеется, из ниоткуда. Но другая квартира была совершенно свободна. На этом этаже... Есть вверх, есть вниз. Это как многоквартирный дом. Ну, типа, они могут... Да. Личничный пролёт, там. У нас иногда бывает из подъезда выходишь, кто-нибудь на первом этаже там кричит или громко разговаривает. Такое ощущение, как будто бы рядом с тобой там стоят. Ну, в смысле? Никто не жил. Так что там, в холле, никого не должно быть. Ни ребёнка, ни женщины. Ну, не должно быть, кто-то зашёл. Жилец показывает кадры охране жилого здания. Но никто не может понять, кто кричит и молит о помощи по ночам на этом этаже. Ещё одно... Молит ещё о помощи, охренее. Там такое ощущение, как будто малой просто там капризный. Даже не то, что с ней капризничал. Просто громко общался, как будто с матерью или там с папой. Или малая. Девушка вновь проснулась от громкого крика и плача за дверью. То, что она запечатлила, абсолютно леденит кровь. Подожди, можешь сейчас тут... Ну, а собака понятно, почему. Ты что, в дверь стучат? Слышен крик ребёнка и слышны рыдания женщины. Громкий звук. Неприятный звук. Собака нервничает. Сохраной. Смотря эти кадры, они замирают от страха. Что это были за жутчайшие призрачные звуки, никто так и не понял. Можно было в чат дома написать, сказать, кто орёт по ночам? И мешать мне спать? Я тебя вычислю, твой. Я сру тебя под дверь. И всё, всё прекратилось бы, я кричу. Ну, это её собака кричит уже. Ей не нравятся звуки. Что это за штука? Придаток? Корень и растение? Недавно поделились в соцсетях этим жутким видео. Как будто нейросеть руки делала. Нейросеть руки не делала. Тогда почему кажется, что оно движется? Я до конца не понимаю, что это. Но могу сказать, что мне жутко смотреть на её. Ой, это же это. Огурцы морские. Мандрагора. Мандрагора. Мандрагора, да, кричащая. Только она же из бладенца выглядит, а не из руки. Следующее видео было взято из местной новостной станции в Перу. Камера поймала что-то довольно жуткое. Был репортаж. Показаны кадры из маленького городка, поражённого суровой погодой. Жители этого городка были опустошены этими катастрофами. Но многие были шокированы не только катаклизмом, а тем, что попало случайно на камеру репортеров. Начинаются кадры со школьной игровой площадки, которая затоплена из-за проливных дождей. Затем оператор показывает больше кадров других площадок. Но в один момент из ниоткуда происходит это. Что-то не понимаешь? Какие-то не понимают? А почему они такие спокойные? И дальше продолжают репортаж. Когда приближается к основанию на лестнице, можно увидеть странную фигуру. Какая-то жаба. Какой-то ребёнок ползёл. И не ребёнок. Какой-то оператор там нырял. Купался. Ой, смотри. Он такой, знаешь, в кадре был, он такой, ой, блин, меня снимают. Надо спрятаться. Меня снимают. Откуда-то выбраться. Не, реально странно какая-то хрень. Что это вообще? Что это мог быть призрак, жертвы, которые погубила эта катастрофа? До сих пор остаётся загадка, кто или даже что это могло быть. Он как-то слишком спокойный репортер. Ну да. Что заставило зрителей поверить, что было снято что-то сверхъестественное. Что думаете? Оператор, я тебе кричу. Это может просто был день мёртвых там, поэтому в порядке вещей. И он заявляет, что его сосед сделал эту фотографию летом. Он сфотографировал детей, которые играли на улице. Он не решался поделиться этой фотографией с родителями этих детей, потому что думал, что детям что-то упражало. О! Ой. Она как будто чуть не поцеловала. Это неизвестное существо взаимодействует с детьми. Дом находится возле кладбища. Поэтому автору кажется, что это может быть привидение того, кто там похоронен. Кто вообще фоткать жопу детей? Почему автор фоткал детей со спины? Да, случайно сфоткал. Резерка? Какие большинства видео с участием... О, Томас! Пароводик Томас, ну всё. Это уже пугающее. Все беды. Это видео страннее всех, что вы видели ранее. Джоан показывает что-то необычное, происходящее в комнате своей дочери. Девочка по имени Эвелин, первый ребёнок Джоаны, который, к счастью, родился без врождённых дефектов. Женщина была беременна дважды, но, к сожалению, она потеряла обоих. После этого Джоан очень заботится об Эвелин. Мать постоянно смотрела на радионяню, чтобы увидеть, всё ли в порядке у ребёнка. Однажды она взглянула на экран радионяни и увидела странную вещь. Смотрите. Вообще похоже на блик. Блик камерный, да. Что это? Что это? Что это? Это выглядит. Это линдер. Это объектив, блик. Нет, это даже на огонёк светящийся не похожий, честно. Это когда в камеру светишь? Ты мне дал отверстие, и я ей задёрнула все шторы, говорит. Может, она приближается, что ты на неё камеру наводишь? Нет? А она трогает этот огонёк. Там он не просто шар, от него ещё какой-то. Видишь, блик? Есть. Там как шарик и ещё что-то. Шар света и даже начинает преследовать. Ну, это блик линзы. Так, а как она тогда падает? Нет, похоже на за... Она взаимодействует. Можешь просто как... На грешторе задёрнутый. Ну, конечно, именно так. А что один, а что второй не пришёл? Нет, самое неприятное было, которое на крыше, наверное, существует. Это с лужи не очень. И это неприятно. Чувак полез, ходил, кости раскинуты. Там просто страшно, что может быть какое-то дикое животное. Угу. Вот это тоже... Да, не круто. Короче, вот такая получилась реакция. Спасибо за просмотр. Пока. Хм, неплохо, неплохо. Можно и лайк поставить. А давай ещё это видео посмотрим. А может лучше это? Сложный выбор. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok